В Одессе 4 часа дня. Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Правоохранителям удалось задержать двоих из трех заключенных, которые вчера утром сбежали из 51-й колонии. Об этом сообщили в полиции. Задержанные Вячеслав Нагорняк и Иван Запорожан. Напомню, что после резонансного побега из исправительного учреждения в Одесской области ввели оперативный план «Сирена». А на Одесские улицы вышли вооруженные автоматами патрули. Затримали особу, которая была ранее засуджена, отбывала покорение сроком 12 лет. Это за золотование идеи знака педофильства. Это сколихнуло резонансное, а именно это сообщение стало. Также особой, которая занималась по статье 185 Кодекса Украины – это крадежка. А сейчас мы еще не расшукаем особой, которая занималась в хулиганских действиях, в грабеже. Я думаю, что незабаром она будет затримана и доставлена, как я уже сказал, до миссии позбавленной воли. Сейчас проводится проверка. В исправительной колонии там выясняют, при каких обстоятельствах заключенным удалось сбежать. Санаторий Лермонтовский хотят забрать у Министерства юстиции и передать на баланс областного совета. С таким предложением в Кабинет министров обратятся одесские нардепы и члены Комитета Верховной Рады по социальным вопросам. Они создали совместную рабочую группу для изучения ситуации, которая сложилась вокруг санатория. Сегодня нардепы встретились с трудовым коллективом Лермонтовского. Передача в Одесскую область и коллективу данного учреждения. Второе решение это запрет его на переквалификацию и сохранение имущества и земли. И третье решение заключается в том, чтобы отменить 51-е постановление правительства о передаче данного учреждения в Министерство юстиции. Этот санаторий, эта земля будет в собственности громады Одессы, громады Одесской области и будет управляться профсоюзами, что справедливо, трудовым коллективом, блестящим трудовым коллективом, который организовал фактически защиту. Женщины, которые работают здесь, защитились от бандитов, которые имеют посвящение министра юстиции. Такое решение рабочей группы коллектив встретил аплодисментами. В свою очередь, исполняющий обязанности директора санатория, назначенный Минюстом, заявил, что поддержит любое законное решение правительства. Министерство юстиции, я думаю, представитель Министерства юстиции уже излагал свою позицию, борется за сохранение санатория, для того, чтобы он не стал частным, он не был распродан, он не был разрезан в куски и был сохранен. Это единственное, за что борется. В ближайшее время члены рабочей группы займутся подготовкой документов для обращения в Кабмин. Процесс рассмотрения может затянуться на полтора месяца. После этого еще несколько месяцев может занять сам процесс передачи санатория на баланс областного совета. Кабинет министров выделил 253 миллиона гривен на строительство взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Одесса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. По его словам, правительство приняло такое решение для обеспечения непрерывного финансирования реконструкции аэродромного комплекса Одесского аэропорта. В генеральный план развития Одессы планируют внести изменения. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии Горсовета. В частности, необходимо пересмотреть планировку исторической архитектуры и инфраструктуры города. Проект генеральный практически был разработан, его основная графическая часть, 2005-2007 год. Прошло больше 10 лет, построено безумное количество жилых комплексов. Это тоже транспортная развязка инфраструктуры, необходимо вносить изменения. Нужно опять же вернуться к опорному плану нашему историческому, архитектурному опорному плану. Происходит изменение в названиях улиц, происходит постоянное изменение в добавлении памятников культурного наследия. Предварительное изменение в генплане планируют утвердить весной 2020 года. Незаконное горное заведение выявили правоохранители в Черноморске. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. Во время рейда в одном из так называемых подпольных казино изъяли больше 30 системных блоков и мониторов. В результате чего деятельность игорного заведения пока прекратилась. Специальным гостем 9-го Одесского международного кинофестиваля станет британская актриса Жаклин Бесет, обладательница «Золотого глобуса» и крестная мать американской актрисы Анжелины Джоли. Жаклин Бесет работала с такими звездами мирового киноискусства, как Роман Полянский, Франсуа Трюфо, Жан-Поль Бельмондов, Фрэнк Синатра, Одри Хэбберн и Шон Коннери. Она сыграла около 100 ролей в кино. Наиболее значительными фильмами с ее участием стали «Бездна», «Жанна Дарк» и «Дикая орхидея». Термография и контактная база Жаклин Бесет очень интересна. Причем она достаточно глубокий, интересный, очень интеллектуальный персонаж. Я думаю, что всем будет интересно с ней пообщаться. Творческая встреча с Жаклин Бесет состоится 19 июля в 13.00 в фестивальном центре, расположенном в кинотеатре «Родина». 20 июля звезда станет специальным звездным гостем бизнес-программы ОМКФ и расскажет о том, как работает мировой кинематограф. 21 июля на торжественном закрытии 9-го Одесского международного кинофестиваля Жаклин Бесет вручат статуэтку «Золотой дюк» за вклад в киноискусство. Ну и пока это вся информация. Больше новостей смотрите уже в следующем выпуске. Увидимся с вами в 18.00. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok